Пятый удар самообороны. Убойный. Это рвём большую дистанцию и отсюда либо цуки каратэ пробиваем, при этом бьём в среднем уровне грудную клетку. Либо тот же самый плечевой удар, только с большой дистанции шагом. Тут удар будет гораздо сильнее, поскольку в конце вы способны ещё и массу тела в него вводить. Ну и запоминаем дистанцию, где ваша рука достигнет максимальной скорости. Летели и рука сверху толкает, буквально пробивает насквозь в грудную клетку противнику. Большая у нас дистанция и буквально кидаемся шагом, резко рвём расстояние. И чередуем иногда с руки. Каратэ бьём, когда руки у вас были внизу, и вы быстро сближаетесь, как бы вы внешний уровень били. Здесь тоже самое, рука идёт чуть-чуть по восходящей, практически снизу. Улучшенное движение всё-таки у стихула поднятия, положиться от плеча в удар. Противник выше вас, голову опять же лучше локоть поднимаясь и бить плечевой удар, так чтобы кулак шёл как бы немножко сверху. Так, чтобы не повредить своё запястье, удар будет сильнее. Теперь рвём дистанцию чуть ли не прыжком, буквально влетая и вкладываясь в сильный удар. И повесили пачку газеты, бьёте, бьёте пока. Не разорвёте её на половинке. Очень ценные тренировки именно в чувстве той дистанции, на которой получается сильный удар. Если бы это был бесконтактная ротерия, я выбил бы голову, то я бы с этой дистанции показал бы удар локтем. И только с этого расстояния у меня получается реальный удар, который просто способен уложить любого человека, какого бы он ни был бы. Крочелок удар должен проходить насквозь и при этом кулак уже должен быть собран в кувалду. Тренируйтесь. Удачи вам! Ну и для себя. Помните, что эта техника это уже крайнее оружие самообороны. Когда прижали угол, вы должны постоять за свою жизнь, либо за жизнь близких вам людей, тогда реально стоит наносить вот эти вот удары. А так, в принципе, для простой самообороны, что называется, просто обезвредить противника, его намерения там еще не настолько сильные, чтобы укрепить вас. Достаточно хлестких, жестких ударов, которые причиняют сильную боль. Но вот эти удары это все. Если только удар попадет в другую клетку любого, то противник отправится далеко и надолго.